восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности а сегодня мы с вами обсудим статью любовь и тучи греция средние века современность это одна из статей которая оспаривает концепцию любви в принципе из моих она довольно таки показательное давайте посмотрим да веду недавних исследований посвященных иллюзорности любви мне хотелось бы обратить внимание на то что европейцы раньше понимали под любовью что понимают сейчас все начнем с того что у любовь это европейская концепция других странах она не воспринимается так как воспринимается в европе то есть она может нравиться как страсть а кама там а с утра например кама с утра в индии вот кама это есть любовь у них якобы переводится как любовь у нас нечто другое чем других регионов больше вообще нигде нет любви кроме европейского региона с чем это связано с греками у греков было четыре определения любви то есть не было четыре слова обозначающих четыре абсолютно разных состояния на самом деле это вот так на мой взгляд это четыре состояния которые мало связаны друг с другом например агапы это не любовь к своему партнеру а любовь к любому ближнему вот например давить это это разное состояние которые вместе с или уже позднее но мы сейчас их рассмотрим отдельно греческие понятия любви эрос филия сторги агапа эрос эрос это страсть в общем картинка вот тут поцелуи тела все потные горячие страстные вот это эрос аэрос 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 самое объективное вообще-то самое объективное что мы можем увидеть в конце цели вот она вот та объективная часть которой спорить довольно таки трудно произведение кэросу кстати распространялась благодаря христианству впрочем у нас сейчас она тоже еще осталось до сих пор если вы видите людей которые против вот эрос аэрос 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 ну вот вот они они как раз противники а не хрипп про христиане пост пост христиане так скажем или многие люди задумываясь о греческом слове обозначающем любовь сразу вспоминает филию а дело в том что филия это не столько любовь сколько дружественность или притягивающее влечение которое может не иметь собственно любовной составляющей вот тоже самое мы говорим о любви к мудрости например и прежде всего мы понимаем под этим что у нас к мудрости этой лично не собираемся выбызать мудрость вот так вот это вот мне с мудростью вот этот этот все делаем как на кантере лет мы не собираемся жить с мудростью то есть это не соргай софия это не семейная жизнь мудростью то же самое это не ага псо Kendall темплый и потому что мы не собираемся жертвовать ради мудрости чем не будет может собираемся конечно когда как нас влечет мудрости на то не обязует нас что чем-то жертвовать ах в общем вот вот именно поэтому кстати философия эпидокла именно филия любовь является противоположностью ненависти а в чем вообще фишка что такое филия притяжение и ненависть это как бы раздор синонимом греции это синоним раздор и ненависть то есть что-то распадается и спадается физика это чисто физика вот так вот и получается что например и страсть историях могут содержать в себе ненависть противоположную филии а филии во всем противоположным ненависть нас обучает филия наоборот дает нам желание вот как бы приближаться друг другу столько это мы бы сказали что-то привязанность скорее вот у нас семья такая все привязаны другу вот эта женщина улыбается видите она ему изменяет он там не тоже изменяет а вот дети они ненавидят своих родителей но они все равно вместе как бы это сторги ну конечно я сейчас шучу шучу но не беда сторги это прочный фундамент для создания семьи так как эрос определенного не является прочим страсть который у нас кто-то вызывает она проходит филия тоже может улетучиться почему но у нас тянет кому-то плутонический так скажем вдруг улетучилось это все нет никакой собственно филии а вот сторги есть сторги остается сторги это крепкий фундамент для создания семьи поэтому большинстве семей друг друга не любят вообще в традиционных семьях вообще было не принято вот это вот все эрос или агапа это все чушь как бы для создания семьи самый проще фундамент это сторги продолжаем дальше агапа это разновидность мягкой и жертвенной любви которая направлена на всех людей опять же на всех людей не на одного человека займите как у нас сейчас пожертвовать пожертвование требует один человек притом отметим что жертвенность здесь все еще не является то есть такой страдальческой как она будет в христианстве по мнению многих это самая возвышенная форма любви но греции как так вот а проблема в том что в современной любви именно концепции все это перемешалось у нас одновременно присутствуют другие мы хотим привязанность обрести мы хотим и агапы чтобы ради нас это жертвовало самим сами хотим жертвовать ради кого-то чем-то и хотим еще филию сюда приплести и хотим эрос вместе вот еще вот это вместе мы хотим объединить потому что у нас все одним словом называется они вот так вот такие вот у нас требования совместить все вот этого 72 год но вот что нам досталось традиции от греков вот такой подарок честно говоря подарок довольно таки плохой потому что причем того чтобы не разделяем четыре вот этих состояния разных абсолютно разных состояния а все это увеличивает требования то есть мы должны пройти сначала через ступень допустим фили потом мы проходим через ступень агапы должен потом нам уже дают доступ к эроссу и уже потом там не знаю или с торги от торги вот идет все 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 и вот это все должно быть одновременно вместе здесь обретено и все-таки улыбаются все счастливы вот этой сильно идеалистическая ситуация которую просто создает большой груз в паре вот у нас есть пара два человека они якобы друг друга любят и когда им приходится пройти через все вот это вот это сильно изневажает уваждают это очень тяжело мы продолжаем продолжаем у нас также есть и христианская любовь это отдельный вид любви это любовь в которой совмещена одновременно состраданием христианская любовь очень сильно похоже на вот это вот агапы где самопожертвование но здесь жертвенная любовь агапы она не ради страдания на ради жертвы а христианская любовь ради собственно людей и ради страдания мы должны страдать по образу и подобию иисуса христа в общем-то страдания и любовь именно вот на этом этапе становится едины до этого до этого вот все 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 что мы видели вот эрос приносит нам удовольствие прекрасно филия приносит нам счастье и удовольствие тоже прекрасно мы друзьями разговариваем получаем от этого удовольствие они нам что не говорят мы рады мы Мы счастливы, все хорошо. Асторги приносят нам удовольствие и пользу. Это прекрасное чувство. И страдание не вызывает. Агапа, ну тоже. А что страдать? Ну пожертвовали мы ради другого человека. Чем-то временем своим, своей жизнью. Он пойдет. А неотъемлемой части любви становится страдание именно вот в эту эпоху. Именно через эпоху христианства. И уже после страдания и любовь идут вместе. Вы, наверное, слышали такое, что любовь это страдание. Это чисто христианский концепт. Ну ладно, допустим, с христианами все нормально. Христиане сами по себе, они живут. У них есть, собственно, плата за страдание в итоге. Если они отстрадают, если они будут действовать по образцу вот этого вот человека. Человека и Бога одновременно. То в таком случае они получат воздаяние. Воздаяние, вечную жизнь, ну отлично, потрясающе, хорошо. Все это у них в концепции сходится. Они не просто так страдают. Но. Современная любовь, она очень странная. Во-первых, она может не включать в себя, собственно, само христианство. То есть Бога, Иисуса и спасения нет у них. Вот в современной концепции любви. Нет. Но зато есть связка любовь-страдание. Плюс ко всему есть связка Агапе, Сторге, Филия и Эрос. То есть все должно вообще соответствовать. Все должно вместе соответствовать. Современная любовь потому и получается определенным хаосом, мешаниной несовместимых понятий и интенций. Тут и верность, и ревность, долг, страдание, страсть, привязанность, жертвенность, влечение и многое другое. Это настолько сложно соблюсти, это настолько фантастическая концепция, настолько фантастическое требование, чтобы два человека испытывали друг другу все вот это вот сразу. Причем это в любом случае будет приносить мучение, потому что есть вот этот вот корень страдальческий. Вот вам современная концепция любви, и она требует слишком многого. Это огромное количество условий для здорового человека, которого просто это с ума может свести, честно говоря. Она требует невозможного даже, поэтому она самая глупая, нежизнеспособная разновидность любви из всех вышеперечисленных. Третьянская любовь, она хороша. Она хороша. Это просто метафизический концепт во многом, который мы должны соблюдать, следуя за примером Бога. Греческая любовь, это вообще просто четыре разных чувства, так скажем. Четыре разных чувства. И связаны они, ну, призрачно так, довольно-таки. Можно вообще их развязать и жить четырьмя жизнями. А здесь все слилось. И это, это крайне плохо. И люди, вы вот страдаете из-за того, что вы, многие люди страдают из-за того, что они придерживаются современной концепции любви. И девчоночки там плачут из-за того, что они верности нет, ревность постоянно. Долг, тут надо чувствовать. Долг тоже давит на людей вообще. Долг давит, страдания. Да, еще и страсть желательно как-то свою удовлетворять. Потому что, если вдруг все хорошо, а вот со страстью не очень, то уже так себе. Привязанности, жертвенности, многое другое должно быть. Это тяжко. В общем, так и получается, что современная любовь, она самая слабая. В смысле, она самая, она самая большая, она вмещает, самая большая любовь, она вмещает в себя больше всего понятий. Но они не соотносятся друг с другом. Нет интеллектуальной системы, которая их реально друг с другом соединяет, и чтобы люди ее понимали и могли с ней, собственно, действовать по ней. Вот в христианской любви все это было, как бы. У греческой любви, у каждой из четырех видов все это было, все разработано. Вообще, традиционные общества, они все на сторге, так скажем, держатся. То есть, в других... Ну, понятно, в общем-то, почему современные люди так много страдают из-за любви, получают так много неудовольствия, вроде бы, от этого, якобы, прекрасного чувства. Но не так уж оно и прекрасно, как оказывается. Вот вам небольшая история концепции любви. Восьмикратно с вами прощаюсь. Послушайте Баха. Баха вам поможет. Баха. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok